В Европейском Союзе и НАТО все не так плохо. У нас все плохо в Украине. Потому что, вот сейчас мне, кстати, очень интересно, после того, как Израиль присоединился к тем самым действиям, которые делает Германия, по Германии льется очень много негатива. И во всем мире льется, и в США, и в Польше. Вот сейчас обложки вышли польской прессы, там, что Германия предатели, и на стороне врага, все такое. А вот мне интересно, а сколько людей сейчас сделают то же самое по Израилю? Дело не в какой-то политкорректности. Израиль – это государство. Мы не говорим о национальности, мы не говорим о людях, мы говорим о власти. И я думаю, что будет очень мало и очень осторожно. А знаете, молодой Маяковский что говорил? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Дело в том, что Израиль никогда реально не поддерживал Украину. Да, Порошенко удавалось туда заезжать, что-то выбивать, Израиль там как бы что-то обещал, и по беспилотникам, кстати, обещал, и что-то, навіть даже предоставляли, что-то было. Но все равно Израиль был в фарватере России. Он ведет с ними контакт, он с ними хочет быть. А Германия при всех своих заплетах, да, они не продают оружие, даже когда это абсолютно справедливо, но они не продают оружие в зоны конфликтов уже действующих. Хотя Россия, когда Россия вела войну в Чечне, они как-то продавали. И это как бы им тогда не пришло в голову, что это не соответствующие им принципам. Германия, вот это продажа оружия, и Германия, Северный поток-2, они сразу вывели за скобки и сказали, вот здесь можете кричать на нас, можете обвинять, но это мы не переступим. Все остальное, а давайте сейчас будем садиться и решать, чем можно помочь. И, ну давайте вспомним, Меркель сделал очень много для Украины. Знаете, не все знают, и не все знают, но было несколько очень критических моментов. Некоторые из них были близки к тому, что мы имеем сейчас. Да, не было таких огромных контингентов вооруженных сил России на нашей границе, но для атаки, для определенного прорыва, для ведения авиации, они могли спокойно нам нанести огромнейший ущерб, а после этого уже подтянуть все, что нужно, как бы защищая уже наших военных, убивают, правда на чужой территории, но убивают. Вот такое могло быть заявление. Меркель остановила несколько провокаций России, иногда очень жестко. И она с Путиным вела очень жесткую дискуссию. И Путин реально, Меркель боялся. И тогда, фрау Риббентроп, и сейчас, и вся пророссийская шушера, в том числе во власти. А давайте вспомним Кулеба. Сколько раз он лично обидел Меркель, и сколько раз он обидел целую Германию? Я считал где-то до 10 раз. Данилов. Ну, казалось бы, кто такой? Ну, обыкновенный луганский рекетир. Но Данилов руководитель Совбеза. И сейчас в этой ситуации, в любой стране, это был бы второй человек в государстве. Данилов не высказывал гадости на сторону Меркель и Макрона. Было? Было. Зеленский не делал это, а делал. И все люди, которых мы подозреваем в агентурной работе на Россию. Я уж не говорю о куче журналистов, о куче сомнительных людей, плюс куча полезных идиотов, сделали все для того, чтобы Германия вообще отказалась поддерживать Украину. Ну, просто вообще. При том всем, что Германия сейчас, вот последний вот этот год, по сути, от весны, когда было первое напряжение у нас на границе, начала вести впервые реальную антироссийскую политику уже государства. Реальную. То есть, то, что мы от них добивались раньше, они добили за Украину, но не против России. Сейчас они против России, но и против Украины. Вот этого нужно было добиться. Это нужно было суметь. То есть, на самом деле, я считаю, что любые вот эти истории с потерей поддержки у нас, кроме Венгрии. Венгрия – это особый случай. Кстати, перед Венгрией все наши правители, ну, просто в рот заглядывают им, как Путину там в глаза, чтобы не сказать, что еще куда-то там. Вы вспомните все заявления Кулебы. Кулеба обливал грязью Германию и хвалил, ой, у нас так все прекрасно с Венгрией, у нас так все хорошо, а тут в Венгрии охлобысь. Несу, вопротив. Только немножко, немножко замолчал, месяц помолчал, снова, вот, мы с Венгрией снова ведем переговоры, у нас все будет прекрасно. Но вам не кажется, что наши власти хвалят друзей Путина и ругают тех, кто готовы были нам помогать? Пусть и не так, как надо. Пусть и не во всем. Пусть не до конца. Но именно вот это. А дальше я еще скажу. Полезные идиоты уже все довершают. То есть, на самом деле, в Европейском Союзе против России выстроился, благодаря американской политике, благодаря британской политике извне, выстроился до очень серьезной Пути против России. А дальше самое веселое и самое интересное. Германия с Францией и Испанией сейчас серьезно прорабатывают, собираются быстро запускать, делать работы по нескольких ветках газопровода, который должен соединить испанскую ветку с французской, которая дальше идет на Германию, на промышленные регионы, и по которой будет идти лживский газ. Это еще Деголь хотел. А когда это будет совершено, то по первой нитке уже Северный поток-2 уже будет не нужен. А когда пойдет еще вторая нитка, то тогда вообще российский газ может оказаться ненужным. И вот ищите себе там единственного партнера с Китаем, который у вас не только газ купит, но и саму Россию поглотит, по крайней мере под контроль возьмет весь Дальний Восток и всю Сибирь. Вот ищите. Вот это колоссальные достижения против России. Наша проблема в том, что эти страны, выступив против России, не выступили за Украину. А как можно выступить за Украину странам, которые, пункт первый, знают, что народ и страна ответственны за тех, кого она избирает. Они избрали Гитлера, они за это должны были понести ответственность. Другие избрали Деголя, и за это получили свои бонусы и свой положительный эффект. Избрали Чарберлена, получили бомбардировки Лондона. Избрали Черчилля, получили достоинство и победу. Вот это там понимают, там не разделяют. Америка научилась разделять. Великобритания, вот англо-саксонские народы, как бы научились это разделять. Есть власть и есть интересы, высший интерес, в котором входит государство и народ. А в Европе вы ответственность коллективной несете. И вот то, что происходит, к нам относятся именно по тому, кого мы избрали. Зеленский коррупционер, Зеленский неадекват, Зеленский занимается преследованием оппозиции. Теперь скажите, вы хотите, чтобы Зеленые в Германии, которые являются довольно молодой партией, ну как бы молодой, они не слишком много были во власти, которые очень жестко придерживаются принципов, поддерживали Украину, которые они ассоциируют именно с президентом Украины Зеленским, который для них в высшей мере коррумпированное лицо. А для зеленых, для них табу, они не могут поддерживать коррупционеров, просто не могут за определением. Это их табу, так как, скажем, вообще для немецкой политики, вот эта поставка оружия в зоны действующих конфликтов. Вот для них по коррупционерах. И понятно, что министр иностранных дел Германии сегодня выступает и против России, против Украины одновременно. Вот и мы получили. То есть, на самом деле, я очень много хочу сказать, ситуация в мире сегодня вокруг запада от Украины, на востоке очень опасно, но запада для нас, наверное, самое благоприятное. Просто Путин перешел определенную грань, он начал давить уже не на Украину, он начал давить уже на западный мир. Вот эти его заваления по Болгарии и Румынии, это ведь верхушка Арысберга. Они поняли, что Путин хочет взять под контроль Украину для плацдарма, а не для того, чтобы восстановить себе империю, там, в границах неполного Советского Союза. И он точно попрет дальше. Точно и гарантированно. Вот Болгария и Румыния это как бы подтолкнуло. И сегодня все солидатизируются. А то, что они не за нас, а против Путина, ну, извините, это вина нас и никого другого. А теперь коротко по визитам. На самом деле, знаете, Зеленский во время инаугурации сказал эту глупейшую фразу, которая размывала ответственность, мы все президенты. И тогда все его избиратели, ууу, мы президенты, вот я там какой-то там Иван-дурак, я там Миша-воришка, Мишка-воришка, я там Серега-недотрога. Вот мы все теперь президенты страны, вот мы все решаем. Это, кстати, был вот Вадим Денисенко, когда-то и политолог, и работаю в политике, много и депутат был. Он когда-то написал, что мы не совсем правильно понимаем мотив избирателей Зеленского. Он им дал как бы иллюзию причастности к властью. Они не любят власть, и он как бы, вот эту власть, которую они не любили, он как бы громит их. И все время как бы себя ставит вне процесса. И они дальше на него еще молятся, потому что у них ощущение, вот я хочу вот этого, вот я хочу посадить Порошенко, а он его как бы садит. И все. И они как бы вот довольны. И вот эта фраза, которая тогда на него очень хорошо сработала, мы все президенты, а сейчас оказалось, что ни Мишка, ни Ивашка, ни Петров, ни Иванов, ни Сидоров, не они президенты. А президенты страны. Байден, Джонсон, Макрон, Шольц, Дуда и многие, многие другие. Эрдоган тот же, который сегодня вместо Украины, без Украины, решают судьбу Украины. И на наше счастье, решают так, как нам это выгодно.